Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы вернулись на мой канал. Я очень надеюсь, что вы просмотрели мои 4 предыдущих видео, потому что все эти видео построены последовательно. То есть, каждое видео подводит к следующему. Потому что все эти видео помогают понять, как работать акварелью. И это не только для начинающих. Даже если вы работаете акварелью какое-то время, то такие упражнения полезно делать хотя бы для того, чтобы изучить возможности кисточки, бумаги и краски. И сегодня мы будем изучать освещение в очень пасмурный день либо освещение после заката. Если вы хотите сделать пасмурный день, то оттенки должны быть холодные. Если мы делаем освещение после заката, то оттенки обычно более теплые. Нам опять надо вспомнить шкалу от 0 до 10, где 0 – это белая бумага, 10 – это самая темная возможность краски. То есть, когда уже темнее, эта акварель быть не может. И в сумерки, так же, как и в пасмурную погоду, самое светлое место – это небо. И это небо будет начинаться с цифры 5. То есть, настолько оно темное. Вы помните, раньше мы небо начинали с цифры 0, 1, 2? То теперь это у нас 5. Конечно, так как это акварель, гладкой поверхности у нас не будет. Поверхность будет вибрировать. Может быть, 4, 5, 6. Где-то вот так. Это у меня целлюлезная бумага. И именно эта бумага не любит много воды. Вообще, на целлюлезной бумаге по мокрому очень тяжело работать. И в этом случае я начала работать по сухому. Но сейчас, к этому моменту, бумага уже мокрая. И вот теперь, если я просто пытаюсь как типа гладко провести, оставить гладкую поверхность, то оставшаяся вода начнет стекаться в такие лужи и создавать разводы. И вот, чтобы это избегать, я делаю вот такие разные мазки. То есть, их кажется много везде. Когда это все будет высыхать, они постепенно разойдутся, и будет поверхность пятнистая. Но хотя бы не будет таких явных разводов, которые всегда кажутся ошибкой. Ну вот, небо заполнено, и пространства для гор или для деревьев на заднем плане заполнены. Вы знаете, что лес на заднем плане, в принципе, выглядит как горы. Разве что, если этот лес очень ровный и идет просто как темной полосой. Но если есть какая-то разница у деревьев выше-ниже, то лес и горы, в принципе, рисуются одинаково, если это на заднем плане. Второй этап у меня всегда это нанесение поверхности на план, который идет от заднего плана к нам, к переднему плану. И я это всегда так делаю, потому что тон этого цвета у меня должен быть второй. То есть, он должен быть чуть-чуть темнее неба. И так просто легче сориентироваться. И опять то же самое, я провожу все эти такие странные мазки, чтобы избегать разных разводов. Все наше внимание будет привлекаться вот сюда, в эту сторону. И для этого я оставила это маленькое белое пространство. Это как раз у нас линия горизонта. Мне как-то кто-то написал в комментарии, что горизонт это там, где небо соприкасается с землей. И получается, что если небо соприкасается с горами, то горизонт идет по вот этой линии гор. Нет. Это неправильно. Горизонт это линия уровня ваших глаз. И где этот уровень на бумаге решать вам? В жизни это по-другому. Вот представьте, что этот маленький пейзаж, который я рисую, на самом деле передо мной на пленаре. И вот я стою на этой земле и смотрю туда вдаль, в эти горы. Где для меня линия горизонта? Вот теперь представьте, что взять этого человека, который смотрит на эти горы, и по вот этой равнине горам приближать ближе и ближе и ближе, и когда этот человек подойдет к самой горе, где будут его глаза. Весь этот человек будет такой маленькой, махонькой точечкой невидимой. Получается, что горизонт пройдет прямо по основанию гор. И вот это у нас линия горизонта. Поэтому там я оставила маленькую беленькую полосочку. Следующее по темноте у нас идет задний план. Вот эти горы на заднем плане. Даже в такой маленькой и легкой работе тоже есть перспектива. И чем меньше вы сделаете вот эти горы на заднем плане, тем, естественно, дальше расстояние от наблюдателя, то есть от вас, от художника, до этих гор. Если вы сделаете горы более крупные, как у меня, то уже сразу создается ощущение, что это пространство маленькое, что это пространство достаточно близко к наблюдателю. И в этой работе точно так, как и в предыдущих работах, когда вы наносите новый свежий слой краски сверху на уже что-то нарисованное, то бумага должна быть абсолютно сухая. И вот сейчас у меня работа эта полностью высохла. И теперь я буду делать тоже задний план. Но этот задний план более близкий к нам. И по темноте он будет самый темный. Он будет у нас по цифре 9 и 10. Если не получается сделать темнее, например, вы начали небо делать не с цифры 5, а скажем 6 или 7, то есть уже совсем с сумерки темно, то для того, чтобы добиться более темного оттенка, можно добавить другой цвет, например, немножко зеленого. Не будет видно, что там есть зеленый. Просто краска будет выглядеть темнее. Теперь мы наносим эти более близкие деревья, которые будут самыми темными. Попытайтесь их нанести как-то гармонично распределив. Одно чуть ближе, второе чуть дальше. Ближе это значит, оно будет начинаться немножечко ниже и заканчиваться немножечко выше. Я очень часто слышу, но в основном от наших преподавателей, от русских я имею в виду, от тех, у кого русская школа, что когда что-то изображают, особенно если это более-менее на переднем плане, то надо делать нечетные числа. Например, 4 куста нельзя делать, надо делать или 3, или 5. И здесь, в Америке, я закончила очень много всяких курсов, мастер-классов. И я здесь училась в художественном институте. И в Америке таких правил нет. Они вообще говорят, что работайте раскрепощенно, и так, как хотите, и изображайте, что хотите, и как хотите, и сколько хотите. И вообще они считают, что чем меньше правил, тем вы свободнее, и тем вы лучше художник. Что здесь ценится, так это новизна. Когда что-то вот такое, чего раньше никто не делал. А что для этого надо? Любопытство, эксперимент, громадный креатив и смелость. А для нас, всех, кто воспитан на русской школе, это очень тяжело, потому что мы все очень закомплексованные на том, что считается правильно. А это моя работа уже полностью высохла, и сейчас в окно так удачно светит солнце. И, как вы видите, цвет очень красивый и яркий. Это жжёная умбра, смешанная с дексозином фиолетовым. А вот в этом месте в горах проявилось лицо, причём очень пропорциональное лицо. Сейчас в этой работе очень хорошо видна шкала. Видно, что небо в среднем 5, видно, что земля ближе к нам в среднем 7, видно, что задний план в среднем 8, и самые тёмные пятна 10. И для того, чтобы напомнить, с чего всё начиналось, начиналось вот с такой шкалы, и это яркий солнечный день. И используется вся шкала от 0 до 10. И очень большая разница между светлыми пятнами и тёмными. То здесь используется только часть шкалы. Примерно в среднем от 5 до 10. На сегодня это всё. Спасибо вам за просмотр. До свидания. Возвращайтесь на мой канал.